Приветствую вас, и тот факт, что девушка хранит фотографию бывшего, говорит о том, что он для нее что-то значен. Определенное значение, конечно же, есть, но вопрос заключается в том, каково это значение. И вот это вам можно узнать у нее, домой. То есть спокойно спросить, вот дорогая, я увидел фотографию бывшего, и почему-то ее хранить. Спросить спокойно, без агрессии, без злости, без претензий, без всего. Просто спросить. Вот посмотрите, что она вам скажет. Если скажет, что просто дрожит прошлом, которое у нее осталось, дрожит теми воспоминаниями, которые у нее были, вы не сможете этого изменить. Потому что, если человек на данный момент находится в отношениях с вами, но при этом помнит и ценит прошлое, то таков человек. И вам, если вы его любите, если вы его уважаете, если вы принимаете его таким, как он есть, необходимо это принять. Данный факт принять. И тогда, вместе с тем, что вы приняли это, вы сможете сделать так, чтобы девушка со временем прошлое это забыл. Как? Показывать своим отношением, своим поведением к ней, что вы гораздо этого прошлого лучше. Что вы можете дать ей новые впечатления, новые эмоции, новые переживания, новые границы счастья. Это то, что вы можете сделать. Потому что бороться с прочным, бесполезно, это призрак. Это образ человека. И образ такой, который находится только в сознании у человека. Он не является настоящим. И поэтому бороться с ним нельзя. Это эфмерность, это иллюзия. Другое дело, что если у девушки эти отношения с молодым человеком не завершены. Если они, например, ее до сих пор беспокоят. Если остался какой-то осадок. Осадок неприятный, негативный и так далее. В этой ситуации вы можете в обязательном порядке с ней переговорить. Постараться раскрыть ее. Постараться помочь ей. Постараться определить для нее, что ее беспокоит. Чтобы она выговорилась вам. Потому что возможно у нее действительно есть какие-то моменты. Какие-то неприятные моменты. Которые мешают ей обрести равновесие в жизни. На данный момент. Вот именно так можно ответить на ваш вопрос. То есть нормально, вот нормально или ненормально, это неправильный ответ на данный вопрос. Потому что нормы нет в этой ситуации. Кто как к прошлому относится. Кто как его воспринимает. Кто, что для кого она значит это прошлое. Ну вот может быть так, что для кого-то просто не значит вообще ничего. А для кого-то может быть так, что просто значит очень многое. Человек считает, что это часть его жизни и оставаться с этим нельзя. Вам нужно выяснить, что девушка вкладывает в эту фотографию. Что для нее собственно она значит. И вот тогда уже делать выводы для себя. Куда вы стремитесь. Если это просто человек, который оставил в ее жизни, например, какие-то впечатления, какие-то эмоции хорошие. То тогда совершенно нормально. Это позитив. А если негативный какой-то след. То вам нужно попытаться ее от этого следа избавить. Чтобы она как можно быстрее забыла просьбу и начала жить дальше. И до этого требуется помощь. Ваша помощь. А если вы сами не справитесь, набрайте ее к нам на ресурсы. Мы ей поможем. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личику. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Спасибо. Продолжение следует...